Константин, скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что наступает финансовый кризис 1998 года? Первое ощущение, наверное, еще весной 1998 года. И даже если совсем покопаться, можно будет в одной из питерских газет найти мои комментарии по финансовому рынку, где я обозначил, что такого расхождения финансовых параметров, как они мне кажутся, неестественными. И тогда уже предположил, что, может быть, на валютном рынке достаточно резкое изменение. Правда, у меня не было такого ощущения в разы-разы. На тот момент я сказал, что доллар может вырасти до 8-9 рублей. Ну, потом действительно с меня поправила. Какое самое острое воспоминание этих дней? Ну, если касаться жизни, то свадьба. 31 июля я женился. Ну, а, наверное, нисколько острое, а сколько-то такое смешное запоминающееся, это когда я ехал с сумкой однодолларовых купюр, которые я поменял 14 августа 1998 года. Это была пятница. У меня была возможность купить по нормальному курсу только однодолларовыми купюрами. И я вез в эту сумку однодолларовых купюр для того, чтобы внести ее на свой счет в банке. Когда возникло ощущение выхода из кризиса и возникло ли? Ну, сложный вопрос. Потому что, так если вспоминать, в 1998 и далее все время что-то происходило. Где-то на экономическом поле, потом на политическом. В 1999 году у нас было несколько премьеров. Шла война внутренняя в Чечне. Потом, соответственно, менялся президент. 1999-2000 год, переход. Потом, в целом, и далее геополитика была сложная. Уже в 2001 году было 11 сентября и дальнейшая история. Поэтому сказать, если говорить о том, что выход из кризиса – это некая стабилизация ситуации, экономической, политической, то я подсказал, что далеко после 1998 года. Я даже, честно говоря, не с трудом вспомнил времена, когда я сам воспринимал ситуацию как условно-спокойную. Как кризис изменил страну и лично вас? Ну, лично мне он расширил горизонты, что все бывает. Не надо ставить никаких шор, ограничений на то, как может быть. Нужно смотреть на проблему как можно шире. Страну, мне кажется, что количество людей, которые увидели то же, как бывает, и поняли, какую ответственность они могут понести от неправильных решений, оно было достаточно значительное, и это в будущем сформировало, наверное, часть людей как более ответственных, то есть адекватно принимающих решения, думающих о них, о последствиях, взвешивающих и так далее. Спасибо.